Всех приветствую. Недавно купил себе такую безделушку с алиэкспресса. Это электрический гайковерт. В документации указано, что он тянет 320 ньютонов. Я лично брал, чтобы хотя бы колеса, чтобы откручивать им. Просто чтобы было. Интересно было лично для себя. Первая проблема, с которой столкнулся почему-то батарейка полностью не заряжается, только на два отделения, хотя зарядное устройство зеленым загорается. Ну и в комплекте не было 17 торцевой головки. Там была 19 и то не специальная ударная, а какая-то покрашенная просто под черный цвет. Вот сейчас попробую на примере колеса затянуть на 120 ньютонов и попробовать открутить ли эта штуковина, эти болты или нет. Я их уже ослабил, настроил динамометрический ключ на 120 ньютонов и пробуем затянуть, значит, до щелчка, как обычно, тянем. Допустим, три болта верхних. Я их ослабил изначально, тянем до щелчка. Все, значит, они где-то на 120 затянуты. Пробуем теперь открутить. Открутил первый болт. Открутил второй. Да, конечно, с пневмоинструментом эта фигня не сравнится, но чисто так самостоятельно колесо скинуть Наверное, будет очень удобно. Для эксперимента сейчас попробую затянуть на 150. Потянет ли он 150 ньютонов? Потому что, повторяюсь на характеристиках, 320. 320 я не буду уже ступицу мучить и болты. Для примера даже про 160 ньютонов. Затягиваем 160. 160. И пробуем в один кадр все это в один дубль. 160 еле-еле. 160 все-таки он тянет, но это, наверное, предельное значение. Вытянул 160. Но опять же, это все-таки такая игрушечная бытовая штучка. Не для профессионального использования. Посмотрим, сколько она прослужит. Для личного интереса разобрал аккумуляторную батарею. Здесь 10 банок 18650. По емкости 2000 мАч. И такая БМС-плата. Мало ли кому-то будет интересно. Сейчас попробую напряжение померить. Показывает честный 21 вольт. Полностью заряжена батарея. Как здесь, в принципе, и указано. Также решил снять этот механизм. Тут планетарная передача и смазки практически нет. Надо будет добавить смазку. Получается, после пары вот этих откручиваний болтов, тут такое ощущение, что то ли стружка, то ли еще что-то. Вот такая вот конструкция. Давно лежит такая высокотемпературная смазка для подшипников. Добавил ее в планетарный редуктор. Так, без фанатизма. Теперь вот в эту часть. Сейчас смажем. Этот шток смазан. Здесь эта тоже посадочная штука смазана. Все собрано, вроде работает. По звуку особых отличий нет. Из минусов еще. В комплекте была головка на 19, но это хром ванадиум. Это не ударная головка, она просто покрашена в черный цвет. Поэтому пришлось дополнительно приобрести. Тем более у меня колеса не на 19, а торцевую головку на 17. Хром молибдениум. Вот это уже настоящая ударная головка для пневматического ударного инструмента. Еще из минусов по поводу того, что аккумулятор не полностью заряжается. Здесь зарядное устройство, но оно сделано так себе конечно. Коробка большая, но она ничего не весит. А вот тут шатается. Короче, дешевое очень. Дешевое, низкокачественное зарядное устройство. Еще оно нагревается. Ну что ж, на этом все. Такой вот мини обзор этого девайса. Не знаю, стоит рекомендовать, не стоит. Ну чисто вот в бытовых целях. Колеса конечно откручивают, мне кажется, с трудом. Надеюсь пригодится. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.